Доброе утро! В студии Наталья Геичек у нас готовы ответы на вопросы, отправленные в рубрику по вашим письмам. Приступим к чтениям. Зачитаем вопрос от Андрея. Скажите, правомерно ли начисление ОДН дополнительно в квитанциях за коммунальные платежи? Старшая по дому завела огород и поливает его. Кто за это должен платить? В данной ситуации, Андрей, все зависит от того, вместе ли вы с соседями принимали решение об организации огорода на территории дома или это воля изъявления одного человека. Конечно же, должно быть решение общего собрания о том, что вы решили разбить вот этот полисадничек огород, поскольку, во-первых, вы приобретаете право собственности на кустарники, деревья и так далее. Возникает право общей долевой собственности на все это. Это тоже имущество. Поэтому действительно должно быть решение общего собрания раз. Кроме того, вы действительно несете эти получки, мы очевидно видим, будете нести и расходы на их содержание. Поэтому должно быть решение общего собрания. Следующий на очереди вопрос от Григория Васильевича. Практически все уже в доме получили письма из налоговой. Мне до сих пор не пришло. Я должен заплатить сразу три налога. Земельный, имущественный и транспортный. Могу ли я узнать, какую сумму мне начислили? Вдруг так письма я не дождусь. Григорий Васильевич, сумму начисленного налога вы можете узнать на официальном сайте налоговой службы по Фермскому краю. Там есть сервис «Индекс платежного документа». Чтобы его узнать, достаточно ввести данные ИНН. Сколько налогов, столько индексов высветится. Перепишите или скопируйте или распечатайте этот индекс. Подойдете к платежному терминалу банкомату, выбираете текущий платеж, вас спросят. Наберите индекс. Наберете индекс, увидите в своей сумме по всем налогам. Можете заплатить. Вопросы в рубрику «По вашим письмам» мы принимаем по телефону информационно-справочной службы 263300. Информацию оставляете для абонента «Утро» или на электронный адрес программы «Новый день» утрособакарефей.ру. Берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова